Мы разберем несколько задач из математического праздника. Эйротская олимпиада, которая началась примерно 20 лет тому назад, два пирата играли на монеты. Сначала первый проиграл половину своих монет, и проиграл на половину, отдал вторую. Потом второй проиграл половину своих монет. Потом снова первый проиграл половину своих. В результате у первого пирата оказалось 15, а у второго 33. Давайте соображать, как они играют. Значит, два пирата сначала первый проиграл вторую половину монет, потом второй проиграл половину своих, а потом первый проиграл половину своих. Так, значит, табличка такая. Вот это первый пират, количество монет первого пирата, это количество монет второго пирата. Вы должны восстановить ситуацию. Повторяю, сначала первую половину своих монет отдает второму, потом вторую половину своих монет отдает первому, и потом снова первую половину своих монет отдает. В результате у первого оказалось 15, а у второго 33. Надо узнать, сколько у кого было первоначально. То есть, вот смотрите, в последний раз проиграл первых. Он проиграл половину своих монет. Я отдал эту половину второму. Разве вы не можете узнать, сколько было? Я думаю, что в начале это прервали 5, но тогда мы поймем, сколько в начале всего было. Ну, то, что у нас всего 48 монет, понятно. Потому что монеты никуда не деваются. То есть, идея обратного входа непонятна, да? Нужно анализировать, что происходит при каждой операции. Идти снизу вверх, а не сверху. Пожалуйста. У первого. Я считаю, что у первого пирата было 84 монеты, а у второго 112. Ух ты, как интересно. То есть, вы считаете, что монеты исчезают во время этого действия. Но в задаче уже четко сказано. Он отдал свои монеты. Не проиграл в том смысле, что они куда-то ушли в бокс, а именно отдал другому. То есть, они играют между собой. Кто-то может из них разориться полностью, это пожалуйста. Но количество, общее количество монет не меняется. Не то. Следующий. Я считаю, что у первого пирата было 24 монеты, и у второго 24. Ответ, а решение? Решение такое. В последнюю игру первый пират проиграл. Значит, у него перед последней игрой было два раза больше, чем после этой последней. То есть, сколько? То есть, 30. Отлично. Вот и напишите туда 30. 30. А половина того, что он проиграл, это 15. Значит, у пирата второго стало 33. Значит, 33 минус 15, это 18. Сколько было у второго пирата перед последней игрой? Хорошо. Дальше. Дальше. Второй игру у второго пирата проиграл. Значит, у него было перед второй игрой в два раза больше, чем перед третьей. То есть, 36. Молодец. Поварина от 36, это 18. Значит, у первого пирата перед второй игрой было 18 меньше, чем после этого. Значит, у него было 12. Хорошо. Дальше. Первый игрой у первого пирата проиграл. Значит, у него было два раза больше, чем после. Значит, было 24 у него монеты. Варина от 36 минус 24 минус 24 минус 20. Все понятно, да? Спасибо вам. Спасибо. Ну, мне кажется, что много все понятно объяснено. Важно, что дополнение таблицы происходило именно снизу вверх, а не сверху вниз. Хорошо? Хорошо. Хорошо.